В общем, несу я собачкам еду. Они обычно здесь собираются. А где они, интересно? Вот это снег сегодня. Что-то их нет. Вот здесь они все сидят. Ой, ой, смотри какой у меня валенький. Я одела. Вот как раз снег. Ну, поставлю сюда. Интересно, где собаки? Слушайте, настоящая зима, да? Классно как. Просто настоящая зима. Выпью кофе и пойду я к маме. Ну, хочу маму провести по кабинетам. Ну, вот что это? Заказала ирландский кофе себе. Я его люблю. Вот такая погода, как будто бы вся мокрая я буду. Но, тем не менее, если взять такси, то по этой погоде ты не пройдешь. Наверное, надо буду топать я, наверное, пешком. Как-то так интересно, знаете? Я всегда беру такую варежку. Ой, с варежкой. Так согреваю я ее. Обычно такие картинки блогеры. Такие картинки они выставляют, знаете? Ну, на более, на более, на более таком каком-то красивом фоне, конечно же. Не на фоне павильона желтого. Ну, у меня так теперь. Буду я вам так показывать. Ой, вон наш драндулетик. Да. Снега много. Ну, мне это нравится. Сейчас я... Я буду полчаса доходить до этой поликлиники. Так можно за 15 минут дойти. Точно полчаса буду. Ну, так красиво. Смотрите. Я эту аллейку обожала. Осенью, весной. Она очень-очень красивая. Знаете, я сегодня хотела в сторисе, если у меня получится, проговорить про тему весмены. Ну, у меня есть пару сообщений, которые... Я там давала ответы свои, как я думаю. Ну, хотелось бы в сторис более... Ну, одно дело писать, другое дело говорить. Писать мне всегда сложнее. Вот. И вообще я считаю, что если женщина плохо себя ведет, в каком плане плохо? Не готовит, не убирает. Ну, не как женщина. Это в обычном, нормальном понимании плохо относится к мужу. Это, кстати, тоже своего рода измена. Вот. Ну, посмотрю, если у меня сегодня будет настроение. Говорим. Шо? Угу. Давно тебя не было в кадре. Сидим, ждем. Я природу целую дорогу снимала. Так, мы пришли на компьютерную томографию. Мама говорит, за один раз. Все сделаем. Мам! Шапку сними, шапку. Здравствуйте. Добрый день. Это мы звонили. Здравствуйте. Куда я пошла? Куда я меня пришла? Короче, куда она пошла? Уже пошла куда? Ага. В общем, что я вам хочу сказать. Со взрослыми людьми надо ходить, потому что она бы не разобралась. Там педиатр начала говорить, что... В общем, она выписала направление. Это единственное бесплатное направление на... на рентген. Единственное бесплатное. И она выписала. И это сообщение пришло на телефон. Мама понятия не имеет. Что, где, как, какой телефон, какое сообщение. Я сфотографирую. В общем, с взрослыми людьми нужно ходить. Оставить свои дела. Хоть даже если они не любят. Оставить свои дела в сторону. И поднять свою задницу и идти. И все. Вот только так. По-другому никак. А мама говорит, что я неэкономная. Что я хожу по кафе. Я по кафе не люблю ходить. Как ты не любишь ходить? Я говорю, завтра после анализов приедем сюда. Она говорит, нет. Это так. Это... Это этот... А что ты не хотела тирамису? Цену какую-то? Ты цену неправильно читаешь? Мам, почему ты 180 гривен не прочитала тирамису? Ну, ты взяла уже, ты уже съела. О, спасибо большое. Это пусть будет. То оно же не 180 гривен стоит. Я без очков уже не видела. Пивачкак смотрела? 180 грамм. Она подумала, что 180 гривен. Я же без очков смотрела. Плохо было, бедный. Когда очки... Ну, все равно, дорого. Как дорого, мам? 38? Не, ну, при нашей сейчас жизни, если яйца 300 рублей стоят, 36. Ну. С торговым 36. Ты хочешь в ресторане, в удобство, с таким удобством прийти и поесть за сколько? Да. 38 гривен это очень дешево, я тебе скажу. И вот смотрите, и вот 20 гривен такую часть, вот это очень дешево. Тут дешевле... Ну, 20. Это очень дешево. Тут хорошие демократические цены. Поэтому... Тепленький. Тепленький, бери, пей. В общем, завтра, говорю, придем сюда, она начинает нервничать. Придем, побежишь. Придем обязательно завтра тоже. Короче, мама меня достала. Надо откладывать. Надо экономить. Надо не знаю что. Слушай, вы уже наоткладывались. Ну, не надо, я не говорю, что прямо уже так. Ну, что-то надо откладывать. Когда надо будет отложим. Надо и тратить. Ну, надо что-то откладывать. А ты откуда знаешь, мы откладываем или нет? Ну, как ты? Мы же откладываем, а ты откуда знаешь? У Азата все под... У Азата все под контролем. Мама на завтра меню себе выбирает. Ты на завтра выбираешь меню. Картопля по-селянски. Я говорю, я не приду, она ведь выбирает. А ты по ценам смотришь или что там смотришь? Салаты мне не нужно. Салаты я не буду брать. Корей, стеляты мне тоже не надо. Со свиними надо надо. Картоплю по-селянски возьму. Картоплю по-селянски возьму. Что? Что взять? Тирамису потом обязательно возьму. Не, не, не надо уже. Тирамису уже хватит. Ну, вафли возьму. Куда мне лезть? Вафли возьму тебе. Как ты хотела. Вот эти вафли такие у нас. В общем, маме дала занятие. Я говорю, смотри меню. Дай мне спокойной коксюре. Ты смотри меню. Кстати, очень удобно пожилым людям читать меню. Все прочитают. Все граммы. Особенно маме. Закупаться яйцами надо, да? Я вчера взяла 30-10 штук. О чем? 30 рублей 50 копеек. Короче, надо закупаться яйцами. Ужас один. Ужас. Еще не такой. Если бы мама встала и услышала такую цену, упала бы сразу. Умерла бы сразу. Снова. Ну, не знаю. Все дорожает. Дороговым 36-40. Кошмар. Они у них там, слышишь, курчата вылезут. Курчата. Ну, в ТБ нормальные цены. В ТБ, да. Я вчера знала, что делала. Я пошла за буряком. Ну. Выбрала буряк. И? Хорошенький такой. Килограмма два. Ага. Взяла молоко. Взяла сыр. Взяла яйца. Прихожу домой. Думаю, что-то не на дороге. Думаю, что-то так легко я иду. Дожди, дожди. Легко. И? Оказывается, я буряк. Я положила на огурцы, завязала и забыла положить в корзину. Где оно было? В корзину забыла положить. То они в ТБ осталось? В ТБ? Просто в корзину забыла положить, чтобы кассе... А-а-а. И что, ты сегодня пойдешь покупать? Нет. Нет, уже прямо домой пойду. Там есть еще немного. Ну, ты завтра можешь купить. Мы завтра все равно приедем сюда. А на обратном пути пешком ты можешь... Смотрю, какая погода будет. Это несколько дней так будет, мам. Да, я знаю. Несколько дней так будет. И мороз сегодня по-ровну смотрела. 9 градусов. Нормально. Если тепло... Может, ты завтра... Может, ты завтра... Не чувствуешь. Ты другое пальто одень завтра? Нет. Мне очень удобно и мне легко. Короче, мама в этом пальто ходит осенью, зиму и весну. Я не люблю, когда мне тяжело. Нет. Мне, во-первых, тяжело идти. Я сегодня когда шла, мне ветер был в лицо и снег. Я прям упиралась. А пальто если то одеть, то я упаду вообще. А дубленку что не надеваешь? Дубленка тоже самая. Дубленка – это легкая итальянская дубленка. Как это? Хочу, пока не хочу. Мне очень легко, удобно в этом пальто. Обязательно соя должна быть. Они не делают там, где соя, это платное, потому что люди обязательно закажут там, где соя. Она сказала, знаешь, что говорит, Раиса, она вчера мне звонила. Она говорит, знаешь, что кровь отстаивается, полчаса на столе кровь, она отстаивается, вот тебе и соя говорит. Ну, они хотят же заработать деньги в поликлинике-моликлинике. Ну, это же неправильно. Ну, поэтому, у кого нет денег, кто-то, наверное, должен умереть. Я не знаю. Умирать надо, да? У кого нет денег. То надо умирать. У кого детей нет, надо умирать. Сейчас это везде так будет. В других городах, более крупных, вообще все платное. Давно. Кошмар. Просто кошмар. Одну руку вылечить. Десять тысяч денег надо. Ну, я думаю, десять тысяч не уйдет. Мама, а зачем ты пишешь? Знать, сколько обойдется. Делать нечего, что ли? Да. А, ну да, делать нечего. Да. Пять-шесть тысяч, если уйдет, это очень хорошо. Даже меньше уйдет. Самый дорогой это было вот этот КТ. Четыреста ему дала, да? Да. Самый дорогой это было КТ. 150 туда за кровь дала. Все остальное меньше. Тысяч три, наверное, вот так. Неважно. И ты еще возьмешь... Что? И возьмешь еще оттуда тысячу на свои лекарства, то, что взяла. Что? Тысячу возьмешь на лекарства оттуда, то, что ты купила. Не, не, на лекарства я свои возьму. Даже не думай. Слушай. Нет. Мне не нужно, я специально отложила. Пусть лежит, а не кушать, не просят. Рина, наверное, удивилась, что сказала, что возьми оттуда. Все, мы закончили. Идем с мамой. Я его сцепала, что просто жаль. Что, маме? Звонить. Сколько ему лет, Парина? Лет 60 есть? Ну, лет 60 есть. А? Лет 60 есть, да. Поэтому и опытные врачи. Ну, ладно, все, мы пошли. Завтра придем. Ну, такой торт купила. Аня сказала, что он вкусный. Такая прослойка. Тут безе. Короче, ну, детям нравится. Так, стоит он 145 гривен, что-то в этом роде. Ну, тут килограмма нет, по-моему. Тут килограмма нет. Ушла я на улицу лекарства покупать. Эхинацею, кстати. А у вас есть дома эхинацея? У меня закончилось. Увидите, я аж бегу за этой эхинацеей. В несколько бутылок куплю. Это для иммунитета, для профилактики. Это обязательно надо. Надо маску одеть. Как мне не хочется одевать маску. Сейчас одену маску. Так, купила я вот такой сыр с плесенью. Паладин, кстати, вот этот сыр. Это фирма. Он довольно хороший. Сейчас покажу в разрезе. Два с половиной килограмма колба. И опять такой тортик купила. Ну, только черничный уже. Тоже в разрезе, потом покажу. Вот он такой в разрезе. Он очень-очень жирный. Прямо по нему видно. Он такой желтоватого даже цвета. Жирный и вкусный. Ну, стоит он, кстати, 330 гримм килограмм. Ну, в нашем городе так стоит. Такая защита плесневая на нём. Видите, 2 килограмма, 662 грамма. Не знаю, он мне очень нравится. Меру, даже не меру жирный, а хорошо жирный. Короче, пол первого ночи, а у нас чай, у нас с Аней, чаепитие. Я пришла к ней чай пить. Видите, такой я чай заварила с мелисой и с липой. Но я тоже хочу. Короче, мы не спим, а чай уем. Короче, в пустую не пьётся, я пошла торт принесла. Аня зажала конфеты, и я пошла принесла торт. Доброе утро, доброе утро. Пусть и день будет ваш добрым. А я бегу к маме в поликлинику. Короче, второй день. Второй день. Так, сегодня второй день. Я иду к маме в поликлинику. Там мы будем вместе анализы проходить. Она тоже одна может... Ну, вдруг что-то не так поймёт. Лучше я пойду вместе с ней. Ой. Маму найду. О, сиди. Мама. Добрый день. Кашель на же компаратуре. Нет, ничего нет. Спасибо. Анализы сдавать. Зевятый. А ты в меломед ходила уже, да? В меломед показала и на эти направления. Там двое, трое. Девочка говорит, она мне вчера звонила. Да. Они не делают тут такое. Ну, здесь не делают синего делают. Ром, ну, это говорит плечевой сустав. Восьмой этаж, рентген. Давай пойдём на восьмой. Чё, ждёшь рентген? Маму ждёт рентген. О, Боже. Да. Людям интересно, что ты ждёшь сидишь. Чё сидишь? Будешь везде показывать, где я хожу. Я же не везде показываю. По всем кабинетам, да? Смотрите, это наша больница. Она вот прямо в лесу стоит. Тут так тихо, спокойно. Я когда-то лежала с Анечкой в больнице. Ангина, ну, как будто в санатории. Тишина, хороший воздух. Ну, не знаю, мне очень понравилось. Вот этот корпус, это больница. Такая погода сегодня хорошая. Сейчас пойдём с мамой в кафе позавтракаем. Мама вчера обещание дала, что будет молча. Молча будет. Сейчас сядем в такси, поедем. Ты тихо, спокойно. Ну что там, мам? Садись сейчас. Ты сначала, может, чай выпьешь? А? Пока будет готовиться, чай выпьешь? Пока готовят будут чай, может быть, выпьешь? Не-не, не хочу я чай. Будешь дать еду именно? Не хочу я чай. Чай мне не бери, я не хочу. Хорошо. Сними эту, повязку сними. Зачини, не. Повязку сними, мам. Повязку. Подожди. Что ты ждёшь? Убери платок надо. Я же встала без 10,9. Тут же оделась и вышла. А я встала полседьмого. Чего? В ванну. Ну, думаю, ноги там надо. Взяла, помыла все хорошенько. Оказывается, это... У нас творог на базаре продают по 45 гривен. Мама брала, говорит, трансжиры чувствуется, да? Да, прям так чувствуется, невозможно. Взяла 150 грамм, так и... Прям трансжиры чувствуются? Да. Такой жир, знаешь, это... Ну, в общем, его брать не надо. Не, так я не беру. Я зашла в тот день... Позавчера, что ли, зашла преподобную за 51,90. Хороший, очень хороший. Всякое вот это дешёвое не надо. Это здоровье, сейчас ты знаешь, здоровье дорого обходится. Надо за своим здоровьем смотреть. Лучше ничего не поесть. Не, не, я там ничего. Я первый раз взяла, попробовала и сказала всё. 45 гривен творог. 45 гривен, как творог может быть? Даже если он обезжиренный, всё равно там что-то добавляют, мам, я слышу, там женщины... Не, я брала преподобную, там очень хороший человек. Молодец. Очень хороший человек. Я даже, даже, отчёт, у меня отчёт. Мама. Знаешь, как дизайнеры делают? Они так берут, кидают, как упал, а так и должно лежать. Мама, лопай. Ближе, ближе ко мне, что это я всё люблю. Это мама. Не, ну это твоё, конечно, только кофе и Арсена всё. А ты это видео снимаешь? Да, я снимаю. Я отчитываю, знаешь, как мамы любят. Давай, лопай. Не, я не люблю, когда я кушаю. Мамы вышли. Такая погода классная, на самом деле, очень хорошо тут. Да, мам? Да. Всё. Что там? Пойдёшь домой, что будешь делать? Не знаю. Прелесть просто, посмотрите. Вот эти десерты передали маме, моя подписчица. И мама тоже. Она маму, видимо, очень любит. Для мамы. Света. Света, большое вам спасибо. Я сегодня маме отнесу. Сейчас ещё попробуем и отнесу. И такое всё натуральное, домашнее. Сразу это всё видно. Малинка такая. Видите, такой гаджет для варки яйца. А, да, ты поставил на 3 минуты? 3,5 минуты. Сейчас посмотрим, какое яичко будет. Ну вот, неполное налил воду. Так, видите. Яичко. А, да, закрывай. И на 3,5 минуты. В зависимости от какой ты хочешь. Да, какое хочешь яйцо. В смятку, в крутую. А, да, от размера яйца. Мы имеем вот такой гаджет. Если вы когда-то увидите где-то, купите такое яичко. На 3,5 минуты. Побыстрее немножко, потому что попить. Просто покажу я. Ну, такое оно получилось на 3,5 минуты. Мешочек. Не, в смятку. Вот так. Ну, удобный гаджет. Не надо кастрюльку ставить специально, чтобы варить. Порядка. Можно кастрюльку ставить. Ооо.